Добрый день, дорогие друзья! Перевод с духовного на физическое. Тема этого небольшого видеорассуждения. И прежде всего есть видимый физический мир, а есть духовный невидимый мир. И все, что происходит в этом физическом мире, это последствия, влияние духовного мира. Когда-то Бог решил, и Он создал этот видимый мир. И Он создал не только видимый мир, но и духовный невидимый мир. И сегодня происходят подмены духовного на физическое. Почему? Потому что большинство людей не знают духовного мира, его законов, не знают, что в нем происходит, какие решения там принимаются, какие силы там сталкиваются. И для человека в разжёбанном виде подают как следствие явления физического мира. Сегодня в мире 7,8 миллиарда людей. И постепенно наша Земля наполняется людьми, а животный мир и природный мир гибнет. И для того, чтобы давать пищу этому огромному количеству людей, приходится в кавычках жертвовать природой. Экология разрушается. Она терпит большой урон. И вот этот парниковый эффект потепления на Земле, это все реальнее, реальное становится. И опять же, это духовный мир, который в видимом физическом мире дает вот такие проявления. Поводом для этого видеорассуждения послужил один видеоролик, который сейчас на Ютубе очень распространен. И в нем говорится о том, что два стакана теплой воды по утрам дадут огромный эффект оздоровления для людей. Вот так просто. Только пейте физически два стакана теплой воды по утрам, и ваше тело, и ваше здоровье начнет обновляться. Ни слова о духовном мире и его влиянии на человека и на людей. Я хотел бы напомнить всем нам о том, что в таких странах, как Беларусь, Украина, Россия, более 65% семей распадаются. Это духовная причина, это духовный урон, это духовная война. И как следствие, многие власть имущие предлагают выходы в детском капитале и незначительном повышении помощи для семей. Но это не работает так. Потому что есть духовный мир, а есть физический мир. И когда проблема духовная, нельзя физическим миром устранить эту духовную причину. 22 миллиона бедных людей в России, это официальные данные, и это следствие духовных проблем в стране. А власть имущие убеждают людей, принижая эту цифру до 19 миллионов, и говоря о том, что необходима адресная помощь, опять же физическая, отдельным людям, которые находятся за чертой бедности. Коррупция. Это следствие духовных проблем, жадности. И духовные причины в коррупции, они огромные. Когда люди думают, что с их смертью физической наступит и духовная смерть, и больше ничего не будет, то тогда они начинают наполняться страхом жадности, и появляются огромные причины для коррупции. Потому что на всех не хватит. Это убежденность физического мира. Платная медицина, платное образование, низкие пенсии, это все следствие духовной войны, духовных причин. Но для того, чтобы как бы успокоить людей, им предлагается небольшая, незначительная материальная помощь и разного рода идеи, также на уровне этого материального физического мира. И поэтому подмена духовного физическим, это работа врага и его служителей. И вот это самое главное. Есть враг в духовном мире, и на него работают не только бесы и демоны, но и служителя воплоти в человеческом облике. И вот эти люди, они пытаются подменить духовное на физическое, обманывая подавляющее большинство людей. Поэтому враг и его поспешники, они не спят. Они работают, и поэтому происходит подмена духовных причин, явлений на физические, чтобы обмануть людей. И вот в этом во всем необходимо иметь небольшое хотя бы духовное видение. И для этого человеку надо искать Бога. И для этого человеку, семье, народу надо молитвенно спрашивать Господи, а как нам поступать? А почему это происходит? А за что это? Или как нам дальше выходить из этого состояния? И как выводы, конечно же, мы должны прежде всего понимать, как работает духовный мир, и влияет он на человека, на его семью, на его мироощущение. Поразмышляйте об этом. Желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.